Доброго времени суток, в самой позитивной стране Евросоюза, Латвия, привет! Очередная проблема у нас, мусоросжигательный завод. Напомню, что долго мы воевали, и финиш последней встречи, он был следующий. Председатель Улбергской думы Вита Павловина и с ней еще ряд депутатов сказали, что они не поддерживают на нашей территории постройки мусоросжигательного завода и, соответственно, проголосуют против, то есть отзывают свои подписи. Они не разрешат на нашей территории постройку мусоросжигательного завода. И есть видео, где я спрашиваю впрямую, будет так или нет. И у меня есть ответ, что да, так будет. Хотите прикол? ...способ борьбы с отходами или угрозой для окружающих. В Европе же не утихают спор вокруг строительства мусоросжигательного завода. Он планируется в поселке Дрейлине у самой границы Риги. За и против завода сегодня в 16.00 в студии РуслСМ встретятся все стороны этого экономического и экологического конфликта. Подключайтесь к трансляции, делите своим мнением и задавайте свои вопросы. Такой многообещающий заголовочек. Так вот, смотрите, не утихают споры. А споров не было. Нету ни одного человека, который бы сказал мусоросжигательному заводу, да. Мы набрали 10.000 подписей, которые говорят, нет. Понимаете? А те, которые хотят строить завод, сколько набрали подписей? 10? 20? Ну, о чем, казалось бы, говорить? Что за бред собачий? Почему они не утихают споры? Нет, тут не утихает желание у одного олигарха зарабатывать миллионы. У одного. А 10.000 подписей у нас уже есть. Эта тема, казалось бы, должна быть закрытая. Но что-то мне подсказывает, что там какой-то очередной хитрый маневр. И поэтому, видимо, нам придется продолжить свою борьбу. И так напомню, что 9 мая будет подписание в Убраке. Если это не приведет к окончательному решению вопроса по мусоросжигательному заводу, тогда мы будем говорить о наших дальнейших действиях. Но одно из них будет перекрытие трассы. То есть проехать по дороге через Улбруку, к сожалению, будет нельзя. То есть мы активисты, а это будут женщины и дети, перекрываем эту трассу. И мы начинаем серию наших митингов и забастовок. Мы не остановимся, ребята. Я уж не буду говорить про то, что это просто афера века, и людей попытались обмануть. Я уж не буду говорить, что только что вы слышали, что это территория Дрейлини. На самом деле труба расположена так, что это проблема не Дрейлини. Это проблема Пурцемса, Кенгаратса, Сауспилса. Но про это никто как-то не говорит. Все нам говорят, что про то, что мусор сжигать это очень круто. Но Евросоюз такие проекты, например, не финансирует. Почему это не очень круто? И я опять же 10 тысяч доводов привел бы. Нет смысла. Мы это уже давно проговаривались. Мы уже встречались. Но просто сейчас у меня какие-то сомнения о том, что мы победили. Сейчас такое ощущение, что есть какой-то хитрый юридический ход. Вот вам так не кажется? Но невзирая на все это, я по-прежнему напоминаю, что Латвия самая позитивная страна Евросоюза. И у нас, разумеется, все получится.